Рад всех приветствовать. Уже немного времени у нас осталось с вами до второго курса нашего потока. Поток первый уже прошел, и какие-то вещи мы уже создавали, какие-то процессы уже прошли. Многие уже почувствовали этот эффект очень красиво и великолепно. Я тоже отсматривал некоторые моменты, которые проходили у нас у участников группы. Это тоже великолепный результат. Мне очень понравились и энергетические параметры, и психоэмоциональные великолепные результаты. Это здорово. И переходя к следующему этапу, я расскажу, наверное, в двух словах о самом этом этапе и немного о том, что нам будет необходимо для него. Начну как раз с материалов. Наверное, так будет проще. Квадратики будут те же самые, но размеры вы можете варьировать. Можно взять любые квадраты, какие у вас найдутся. Если получится ситуация, что вообще нет квадрата, ну, друзья, квадрат надо будет начертить внутри прямоугольника с отступлением от самых длинных сторон где-то сантиметр приблизительно. Ну, предполагаю, что это когда-то будет в рамке. Поэтому предлагаю вот на сантиметр оставить поля и сделать квадрат внутри прямоугольника. Прямо карандашом по грунтованной поверхности. И потом уже все наши дальнейшие работы будут идти внутри этого квадрата. Снаружи можно сделать что угодно. Конечно же, в этой работе нам нужен будет еще один инструмент, который пока не был нам необходим. Но теперь будет не нужен. Это линейка и циркуль в первую очередь. Линейка, поскольку может быть занимана любым предметом. Это любой, даже сгиб плотной бумаги подойдет. А вот циркуль, пожалуй, незаменимая вещь. Единственный, наверное, хороший момент новостной, то что у нас все-таки формат был небольшого размера. И нам нужен тот циркуль, который от вашего центра дойдет до края вашего квадратика. Ну и, соответственно, у кого квадратики будут большего размера, там, соответственно, уже и квадратик меняется тоже. Это тоже такое вот подспорье будет хорошее. Все остальное точно так же. Нам нужен будет карандаш, краски, кисти акриловые, там, тряпочки для того, чтобы вытирать кисточки периодически. Это все само собой. Лучше работать акрилом. Конечно, отдельно я бы сказал, кто будет работать на бумаге. По возможности я бы советовал максимально плотную бумагу. Это может быть картон, это может быть какой-то типографский картон найдется. Только не гофра. Гофру не надо. Уж лучше тогда чертежный ватман. На самый крайний вариант тоже подойдет. Но имейте в виду, друзья, может быть ситуация такова, что ваша работа будет слишком интересна. И вам будет досадно, что она сделана на бумаге. И вот в этом плане, может быть, и есть смысл какие-то сделать все-таки поправки на более серьезный материал. Ну, хотя бы картон более плотного, скажем так, более высокой плотности. Что-нибудь там на 300, на 400 плотности грамм. Но это уже как по нюансам. Конечно, идеалом будет холст на картоне. Это идеал. Идеалом будет любой пресс-картон. Тоже великолепно загрунтованный пресс-картон. То, что у меня было в основах, это как раз листочки арголита ДВП. Он же прессованный картон, гладкий с двух сторон. Можно шершавый с одной стороны. Это уже нюансы. Но в целом, все наши подобные элементы, которые мы будем создавать на более плотных материалах, они, ну, скажем так, более действенные. Теперь немного уже с материалов буду переходить к самому содержанию. Конечно, внешне мы будем делать тоже семь этапов, связанных с нашими энергетическими центрами. Это будут те центры, которые образуют нашу энергосистему, нашу энергоструктуру. И как раз вот те потоки, которыми управляют эти центры, мы тоже будем на них наше внимание направлять. Через краски, через простые практики, в которых мы не будем зависать в каких-то серьезных медитациях. Это будут очень практические, очень короткие, но очень действенные механизмы, включающие наше и ментальное тело, и наше образное ощущение. Практически два наших вот этих вот, то, что обзывается словом полушариями, и образное, и логическое. Мы будем применять эти вещи, конечно, но здесь именно смысл больше в том, чтобы наше внимание направить на тот внутренний космос, который образуется у нас вот этими семью-мя уровнями нашей энергетики. Семь вот этих галактик, можно их так назвать, семь галактических таких, то, что называют словом чакра, именно вот это вот образование, которое такое же, как во Вселенной, оно также в нашем теле. Практически все эти синхроны и все эти совпадения того, что находится внутри нашего тела, они полностью совпадают с великим Махапурушей, то, что является как раз всеобъемлющим космосом нашей, вот этой всей нашей структуры Вселенной. И это, наверное, одна из самых красивых и грандиозных форм нашего такого совпадения с теми частотами и теми энергетическими вибрациями, которые образуются во всей Вселенной. Практически сейчас, ну я повторюсь немножко, наверное, но тем не менее, немного ущемлены вещи, которые временные, немного ущемлены вещи материального толка, мягко говоря, так скажем, и акцент сделать наше внимание на вещах более, скажем так, основообразующих, более, скажем так, за пределом материи, оно сейчас более акцентно, более ценностно, более необходимо сейчас, потому что в материи, ну, ущербы идут, как ни крути. Деструктивная, разрушительная энергия сейчас пока что проецируется на нашей планете довольно хорошо, и переключить наше внимание, опять-таки, с помощью даже таких же механизмов было бы очень прекрасно и необходимо. Поэтому в этой работе, в этом курсе мы будем как раз вновь погружаться уже в более детальное визуализирование этих центров, это раз. Второй момент, мы будем создавать на каждый этот центр по одной из древних технологий янтро, именно этого центра. У каждого из этих центров, этих наших семи галактик, образующих нашу энергосистему, есть своя янтра. Янтра – это такой, ну, скажем так, сакральный образ символических фигур, каких-то композиционных структур, графических чаще всего, которые символизируют именно свойства того или иного объекта. В данном случае у нас будет янтра каждой чакры. Мы будем создавать чакру на каждую, практически, нашу работу, которая будет воплощаться в наших структурах уже, скажем так, в виде картин. Именно накладывая на них янтро этого центра. И работа наша дальнейшая будет идти еще и с распаковкой символов, которые будут заложены в эту янтро. У нас их будет семь, и каждая из них будет постепенно наращивать у нас все больше и больше каких-то свойств, каких-то новых открытий. Многие, кто занимается практиками лая-йоги, кундалини-йоги, они для себя откроют еще больше многие нюансы. Ну, а для тех, кому просто вот удастся погрузиться в этот процесс, будет большим открытием то, что с нашей энергоструктурой можно взмодействовать и практически использовать это как фокус общения со всей Вселенной. Был вопрос в наших чатах, можно ли пойти на этот курс, не проходя первого цикла. Друзья, циклы не связаны между собой. У кого есть возможность такая, что пройдя второй, например, цикл, вернуться к первому, можно сделать так. Можно только вторым циклом обойтись и получить практики более расширенного уровня. И они никак не будут в каком-то диссонансе находиться от того, что мы не прошли какой-то первый цикл. Здесь все равно первый цикл, своя работа шла. Здесь все-таки у нас дальнейшая работа уже идет другая совсем. И она единственная, чем созвучна, то, что мы тоже будем проходить семь центров. Семь наших центров. По семи центрам идет воздействие, по семи центрам идет видоизменение нашей структуры энергетической. И на мой личный взгляд, на мое личное видение, именно эти центры сейчас нужно где-то и подкачать. Немножко дать им возможность разгрузиться от тех стрессовых каких-то искажений энергетических, которые слишком долго, не очень полезны. Ну, а вот об этом мы говорили и на наших встречах, которые были в свободном доступе. О лакировке я, конечно, сейчас некоторые вещи вам даже покажу. Вы сами все увидите. Лакировка с бумагой делает хорошее преобразование. Бумага становится более крепкая, как минимум, но и сочность. Сочность красок, друзья, вот посмотрите сами. Вот две бумаги залакированы. Да, конечно, там появляются глянец. У меня глянцевый лак. Но он дает еще и сочность самих красок. Сразу становятся контрасты более четкие, более элегантные. Это, конечно, очень здорово смотрится. Залакированные две поверхности тоже я вам покажу. Тут полуматовый эффект получился такой. Тоже краски стали более сочные. Ну, и чтобы не быть голословным, я покажу это сразу в практике, как это происходит. Чтобы вы это увидели. Как лакировка сразу же влияет на работу. Ну, давайте начнем с бумаги. Бумага все-таки, она просто требует лакировки. Лакировка ее укрепляет. Делает ее действительно, ну, еще более по плотности толстенькой. Утолщает, скажем так, слой. Даже если это микро миллиметры какие-то, тем не менее. Ну, и сочность. Сочность красок сразу становится более сочной, более яркой. Все светлые элементы с темными вступают в хороший такой красивый контраст. Вот, собственно говоря, вот бумага может красиво преобразоваться именно в лакировке. Ну, более даже чем. В этом плане, наверное, это спасение бумаги. Кто будет работать на плотном ватмане. У меня чертежный ватман обычный. Вот тот чертежный ватман как раз в этом плане выигрывает даже немножко. Он становится такой более и плотненький, и можно с ним потом что-то создать. Те же какие-то работы уже на стену в рамах. Непосредственно картина на пресс-картоне. Строительное ДВП. Тоже, ну, светлые тональности, конечно, во-первых, вы защищаете хорошо картину от ультрафиолета, чтобы она не выцветала. Это уже полезность свойства лака. Я об этом рассказывал на некоторых лакировочных наших записях на нашем канале. Но это еще и символически тоже я предлагаю сделать некой такой защитой непосредственно наших центров. Вот некая защита от лишней, ненужной информации. Энергетического характера, ментального, эмоционального уровня. Вот некая такая вот паволока защитной пленки. Тоже интересный эффект получается. У меня лак сейчас глянцевый. Иногда он ведет себя как полуглянцевый, если рыхлая основа. Ну, и вот здесь вот тоже я сейчас пройдусь с нашим пятым центром. Вот наша нейрогалактическая карта пятого центра. Лакировка тоже мгновенно преображается сразу все эффекты. Сразу становится еще более ярко выраженный стереоэффект пространства. Миромолекулярных структур, атомарных в том числе. Вот. Так что лакировка здесь очень хороший момент. Усилить воздействие, сделать его более красивым, более великолепным. Создать вот этот момент. Это, конечно, более чем необходимо. Лаки и матовые, и глянцевые, и полуглянцевые. Все нам подходят. Единственное только это акриловые лаки. Я очень рекомендую все-таки акрил покрывать акриловым лаком. Это было бы лучше. Вот такой небольшой экскурс по нашему второму потоку. Я вас всех приглашаю на удивительную работу. Очень полезную, особенно в наше чудное время. Я хочу да, если вы хотите, xuторите ваши мои bestеги.